Спасателями была смоделирована ситуация возгорания на окраине населенного пункта вблизи с лесными массивами. Горение леса, хутор Бужор с юго-западной стороны поселка. Есть угроза распространения на жилые дома. Все, поняли, ждем технику. Распространению пожара способствовала установившаяся жаркая погода, близко стоящие домовладения и ветер, дующий аккуратно на них, а также уложенные вокруг частного подворья дрова и доски. Первыми прибыли на место мобильная группа на легковом пожарном автомобиле и приступили к отсечке пожара от домовладения. Его напарник в это время доложил о ситуации в единый диспетчерский центр и вызвал подкрепление. В учениях были задействованы 18 сотрудников Анапской службы спасения и 3 единицы техники. Прибывшие на место ЧП силы произвели боевое развертывание. Три пожарных ствола было подано на тушение очагов возгорания, два – на защиту домов и хозяйственных построек, расположенных на границе с лесом. В считанные минуты условный пожар был локализован и потушен. Не отработана радиосвязь первой прибывшей подразделения. Прибыли сразу необходимо. Обстановку докладывать на ЕДДС. Значит, по результатам первой разведки передавать данные, что по внешним признакам происходит горение того-то, того-то. Пожар распространяется в ту сторону, на жилые строения. Угроза существует, не существует. И, соответственно, раз площадь-то передал, 500 квадратных метров, соответственно, конечно же, запросил сразу необходимые дополнительные силы и средства. Задача, личный состав справился, можно сказать, на оценку хорошо. Поставленные задачи перед всеми боевыми участками были выполнены. Подобные тренировки службы спасения Анапы проводятся два раза в год. Главная цель – отработать до автоматизма действия спасателей в условиях чрезвычайной ситуации, схем и способов тушения лесных и ландшафтных пожаров. С начала года в Анапе зарегистрированы 228 пожаров и возгораний сухой травы, что на 49 больше, чем в прошлом году. Вадим Родин, Анапа-регион. Вадим Родин, Анапа-регион.